Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, а у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Утро многодетной мамы продолжается. Видно, вняли Колесниковы и стали накладывать звук на видео, чтобы никого не смущать своими соплями, шмыганием носа, ну и прочими неприятными вещами. Ну и правильно, сделали, так скажем, хорошо для зрителей. Света какой день подряд нахваливает своих девчонок. Говорит, все они у меня помощницы. В общем, Света включила хорошую, добрую мамочку и никак не может ее выключить на камеру. Раз двадцать сказала о том, что Виталина купается, Виталина купается. Да поняли мы уже, в принципе, что она моется, да? Причем, заметьте, в душевой кабине Виталина была одна, да? А Света с Дариной наверху заплетала Дарину. Я вот подумала, а что, семилетнему ребенку не надо помочь, ну, может быть, как-нибудь там спинку потереть или еще что-то. Ну, видимо, не надо. Виталина всегда и совсем привыкла справляться сама. Света несколько раз повторила, что Дарина играет очень и очень эмоционально. Говорит, снимать ее настолько интересно, когда она играет в Нинтендо. Мне, говорит, очень нравится. Вот, вы знаете, а мне лично кажется, что Дарина больше кривляется. Тем более, когда слышат, что ее начинают хвалить родители, она начинает кривляться и просто играть на камеру. Ну, а у хорошей мамочки Светы все же есть пробелы, да? Дариной, которой вот-вот в марте уже исполнится 4 года, по-прежнему, друзья мои, ходит под себя. Меняют ей без конца постельное белье. А бедная Виталина всем вот этим вот дышит. А у нее и так такие проблемы со здоровьем и с дыхалкой. Нос вообще не дышит. Да, в общем, упустили Колесникова-старший это дело на самотек. Да, пустили на самотек, подумали, ай, само пройдет. Ну, вот что-то, знаете, время-то идет, Дарине 4 года, а все никак ничего не проходит. Правильно? Деток надо с полугода, с 8 месяцев учить приучать к горшку. И тогда проблем, конечно же, никаких не будет. Но для этого маме надо вставать по ночам. А Света что? А Света этого, конечно же, делать не будет. Они детей к врачам не водят, потому что лень. Как Света сказала, да, мы поняли, что ей лень и самой по врачам ходить, и детей водить, потому что это надо встать, это надо пойти там, значит, сесть на автобус, куда-то поехать, тратить, так скажем, свое время. А тут ночью проснуться, нет, это точно не для нее. Не дай бог, знаете ли, еще раз будет отца семейства. Бережет она, наверное, его сон, как зеницу ока. Так что неизвестно, сколько еще Дарине придется ходить под себя. Это, конечно, на самом деле все очень и очень плохо. Возможно, там уже и помощь врача, как говорится, нужна. Но, в принципе, опять же, родители об этом не думают. Потому что проблемы детей их почему-то вообще не волнуют и не интересуют. Что проблемы со здоровьем, что проблемы связаны с образованием, с учебой. Это тоже им все неинтересно. Вот когда у родителей свои проблемы начинаются, то да, тут они носятся, как у горелых. Очередной, друзья мои, стрим. После ужина сели пить чай. Да. Причем начали делить два апельсина на восемь человек. Помните, как в мультике? Мы делили апельсин много нас, а он один. Да, это только для ежа, это только для чижа или для кого там. Дальше уже не помню. Ну, в общем, да, помню, конечно, но не буду говорить об этом. Да, и оказывается, Никита со школы принес два апельсина. А почему именно два, спросил Леша. Никита сказал, говорит, ну, потому что два можно поделить на восемь человек. И, в общем, как-то так. Вот видите, как даже Никита подумал о том, что необходимо тоже принести не только на братьев и на сестер, но еще и про родителей не забыть. Да, ну и родители в свое время тоже взяли свою долю фруктов, не отказались, обратите внимание. Наверное, я так понимаю, дети уже успели соскучиться по фруктам, потому как фрукты они покупали в декабре перед Новым годом, покупали, ездили тогда на рынок, покупали ящиками. Но Алеша, кстати, сидел, вещал с набитым ртом. Что за дурацкая привычка и что за неуважительное отношение к своему зрителю? Вот и так, знаете ли, непонятно, что они говорят. А еще когда и рот набьют, то вообще просто непонятно, что они там говорят и как их, как говорится, переводить. Так вот, несмотря на то, что Леша сидел, ел, читал чат, тут же делал, не забывал делать замечание Виталини, которое постоянно ему чем-то мешает. Хватит, мол, сидеть, играть в свои игрушки. Вот я думаю, какой хороший папка. Только Виталинке делает замечание, а когда Дарина скачет рядом, залезает к нему на шею, орет все время во время съемок, ему ничего не мешает. Задали вопрос, ну, зрители, соответственно, да, девочки, а вы приготовили подарки мальчикам и папе на 23 февраля? На что они говорят, нет, у нас денег, мол, нет. Ну, с одной стороны, логично. Думаю, конечно, какие-нибудь открытки все равно приготовят в школе для своих мужчин, да? Ну, а вообще, с другой стороны, знаете, это День защитника Отечества, 23 февраля. Насколько я помню, Леха вроде как вообще не служил. Какое отношение он имеет к этому дню? Ну, я вообще не понимаю, с чем его тогда в таком случае поздравлять, да? Ну, на вопрос, кстати, почему дети не гуляют на улице, Света ответила, они приходят поздно вечером домой со школы, мол, так и так, когда им гулять? Некогда, да, со старшими-то как бы в принципе все понятно. Вопрос был, наверное, скорее всего адресован конкретно про младших детей. Почему они сидят дома, как прибитые? Они же, в свою очередь, никуда не ходят, ни в детский сад, ни в школу. Тут, кстати, обратите внимание, Дарина начала бросать на стол грязный шарик. Ну, этот шарик то на пол падал, то потом она его бросала в тарелки, да? Чуть ли не папке пол бы дала уже этим шаром. Но почему-то ему проделки его любимой дочери никоим образом не мешали вести стрим. Даже замечания ей не сделал. Пока Леха вещал, Анжела, как любящая сестра, треснула Никите своей пятерней по голове. Вы знаете, хоть бы родители сделали ей какое-то замечание, ведь в Анжеле силище полным-полно, представляя, насколько было Никите бедному больно. И это она делает в присутствии родителей постоянно. Ну, а после этого Колесникова, обожатели Колесниковых называют их дружными детками. Дружные, воспитанные дружные детки. Ну да, ну да. Знаете, столько времени, кстати, уделили вопросу, пьют они или нет. Им задали вопрос, вы, мол, что пьете, у вас там тогда и водка, и спирт, там что-то такое стояло, да. Да, настолько они начали долго вдаваться в эти подробности, отвечать. Леха начал стебаться, допьем, конечно, типа сушняк, а Светка говорит, лечимся. В общем, никак бедные определиться не могли, то ли они пьют, то ли они лечатся этим. Но на самом деле, знаете, слишком много времени они уделили этому вопросу. Вот когда вопрос встал, куда пойдет Максим после школы, учиться или работать, они вообще практически полностью проигнорировали этот вопрос. Ну, я так понимаю, знаете, эта проблема их не волнует. Хотя, на самом деле, мое мнение, что Леха таки вытолкает Макса на работу. Кормить, поить за свой счет он его точно не будет. Кстати, Светочка призналась в том, что у нее все-таки есть свободное время. И в свое свободное время она смотрит блогеров, на которых она подписана. Так что, обожатели семьи Колесниковых, не переживайте. Даже несмотря на то, что Света спит до обеда, у нее еще, представляете, при наличии шестерых детей находится свободное время для того, чтобы смотреть YouTube-канал. Ну, а далее затянули свою песню «Господь мой пастырь». Вы знаете, друзья мои, за столько лет, честно, я ее уже выучила наизусть. Тоже могла бы с ними, с Колесниковыми, где-нибудь выступать на подпетках, да? Потом спели «День рождения, пусть бегут неуклюже». В общем, ну, все как обычно, все по сценарию. Стрим, как всегда, ни о чем. Вот, честно, у них стримы вообще неинтересные. Стрим ни о чем, несут какую-то ерунду, дети гогочут, сидят. Кстати, стримы без детей проходят хоть как-то вот более-менее нормально, потому что полстрима с детьми, Анжела несет всякую чушь, говорит какую-то ерунду, вообще непонятно, что она говорит. Остальные сидят либо ложками стучат, что тоже ничего не слышно. В общем, ну, как-то так. Анжела этот стрим постоянно ела, постоянно заглядывала, постоянно говорила о том, что она не наелась, заглядывала другим в рот. Все, наверное, боялась, вдруг кому-то больше кусок достанется. Слушайте, я уже на нее посмотрела. Вообще, она настолько уже стала крупная девчонка. Она крупнее уже с ветки раза в три, наверное. Но при всем при этом, вот, все она ест, ест, ест и ест. Ну, это, конечно, ужас какой-то. Ну, что, Виталину, как всегда, тюкают, Дарине, как всегда, можно все. Да, ну, Алеша, Алеша признался, что последние дни он весь в разъездах. Прям такой, знаете, деловой-пределовой. Катаюсь, говорит, туда-сюда. Ну, молодец. Леха катается там туда-сюда, может быть, со своими какими-то там дружбанами, да, неизвестно куда. А Света тем временем, как пчелка, таскает дрова, печку топит, в общем, выполняет не только свои обязанности, но и обязанности Лехины. Да, главное, знаете, чтобы Леша это как-то оценил. Но Лешка особо каким-то благородством не отличается. Чувства благодарности у него точно нет. Поэтому, думаю, оценить он этого не оценит, сколько бы Светочка не старалась. Ну, а далее очередной влог. Света, заплетая Виталину, не перестает нам на камеру нахваливать Дариночку, называя ее уникальным ребенком. Ну, да, ну, да, уникальная, друзья мои. Прям, знаете ли, вундеркинд. В 4 года, вот 4 года будет в марте, ходит под себя, говорить не умеет. Ну, знаете, так и скажите, все, хотя все, что там уже говорить, все нормальные зрители поняли, что уникальность Дарины заключается исключительно в том, что это просто избалованный, невоспитанный ребенок. Причем это признаем не только мы. Это признают еще и обожатели Колесниковых в комментариях под их же видео, да. Постоянно пишут, что Дарина ведет себя ужасно, что родители ее не воспитывают, что девчонка делает все, что хочет, да, а родители даже замечаний не делают. Так что об этом говорим не только мы, но вот видите, для Светы это ребенок просто самый настоящий и уникальный. Вот как-то так, да. Ну, а далее начался концерт по заявкам. Анжела пришла со школы и прямо в школьной форме начала петь, танцевать, носиться, кружиться по гостиной вместе с шариками. Тут же бегала, пританцовывала и что-то там вторила ей Дарина. Виталина тоже пыталась, при этом каталась почему-то на одном ролике, да, на одном этом, я не знаю почему, вроде на Дарине тоже не было роликов. То есть зачем они так делают, зачем они портят, все это непонятно. Ну, а далее Анжела уже продолжила распевать песни на кухне. Вместо того, чтобы помочь матери чистить картошку, она напевала причем детские песни. Репертуар, знаете ли, пятилетнего и шестилетнего ребенка. Честно, друзья мои, со стороны это смотрелось очень и очень как-то нелепо и глупо. Вот зачем они этот бред снимают? Ну, отличились также обожатели Колесниковых в комментариях. Они пророчат Анжеле опять же великое будущее. Нет, Анжелу они больше не отправляют в ГИМО, а отправляют ее в шоу-голос. Ну, могу себе представить, как бы удивились все репертуары 14-летней девушки. Ну, а Света второй день подряд учит нас всех готовить мясо по-французски. Да. День она готовила мясо, подготавливала, там отбивала его Анжела. На следующий день она резала лук, чистила картошку. Свете никак не понять, что не нужно все это дело, знаете, мариновать. Это блюдо готовится тут же, а не тухнет по очереди в холодильнике. Да, вот как-то так. Ну, Свете, видимо, виднее. Она, кстати, терла все на своей вот этой вот новой терке, которая была ей подарена еще несколько месяцев назад. И говорит, главное, чтобы пальцы были целы. Ну, да, в принципе, логично. Пальцами-то, в принципе, никто не трет, не дай бог, да. Выложила, кстати, на противень мясо. Сверху положила картошку, лук слоями, ну, все как обычно. Хотя, в принципе, лучше, конечно, класть мясо на картошку. Чтобы мясо, как говорится, дало свой сок и истекало на картошку. Ну, и чтобы оно вообще там не зажарилось по полной программе. А картошка, в свою очередь, пропиталась. Ну, а сыр, конечно, лучше посыпать перед уже, перед подачей, там, за несколько минут. В итоге, кстати, визуально получилось у нее все очень красиво, все очень хорошо. Здорово, что она приготовила это блюдо. Странно, что готовит это очень и очень редко. Видимо, экономит мясо. Да, потому что это блюдо действительно вкусное и гораздо полезнее, нежели все блюда, которые у Светы жареные и пережаренные. Ну, а в конце уже показали все семейство, как они сидели и наяривали. Наяривали мяско. Видимо, все были довольны и счастливы. У Леши, я заметила в тарелке, аж два куска. У детей уже почти там не было ничего. Надеюсь, что им тоже досталось по два кусочка. Или только выдали по одному. В общем, честно, друзья мои, я не знаю. Как думаете, напишите обязательно по этому поводу в комментариях. Да, еще хотела спросить у вас. Если у вас есть какие-то предпочтения, на кого бы вы хотели, чтобы я сделала обзор, то тоже, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что давным-давно, наверное, уже несколько месяцев я не задавала вам этого вопроса. Так что пишите, пожалуйста, в комментах, если есть какие-то пожелания. Ну, а у меня на сегодня все. Всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все, мои хорошие, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok